друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставите лайки также в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркетс где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента только лишь для того чтобы у вас было больше информации необходимой для принятия торговых решений ну что ж сегодня нас прямом смысле ожидает убойный день сегодня очень много макроэкономических отчетов и фундаментальных событий причем по содержанию вот экономического календаря в рамках одной торговой сессии я не припомню даже когда была последняя раса настолько все плотненько скажем так в 900 по московскому времени ждем данные по рынку труда англии фунт с некоторых пор тоже в арсенале наших торговых идей и я наверное как и многие из вас все еще уверен в сохранении потенциала для развития нисходящей динамики этого актива и жду собственно британскую валюту существенно ниже текущих уровней после этого на внимание трейдер будет переключено на статистику по еврозоне в частности в 12.00 по московскому времени выйдут данные по ввп далее шестнадцать тридцать ироничные продажи в сша еще один важный индикатор состоянии американской экономики но мы в очень интересных условиях сейчас друзья потому что чем скажем хуже выходят данные потенциально какие-то 2 3 сортные отчеты тем больше шансов говорить о риске рецессии чем выше риска рецессии тем больше необходимости и действия для того чтобы вкладывать средства в доллар как защитный актив да и плюс ко всему если ухудшаются экономические перспективы то соответственно американский регулятор же должен действовать более активно в плане тех инструментов которые задействуются и используются для того чтобы решить вот ключевую проблему американской экономики это высокая инфляция самые главные события это уже под конец торговой сессии выступление ксин лагард и выступление джерома паула в 20.00 мы послушаем лагард в 21.00 через час выступит а председатель американского регулятора а пау соответственно по основным торговым сделкам и идем индекс доллара 104 19 идет коррекция друзья ранее мы комментировали что коррекционный откат он почти неизбежен и он доказывает нормальность трендового движения потому что двигаться в ином направлении это ну так не бывает то есть рынку нужна передышка соответственно для тех из вас кто ранее замешкал и не открывал длинные позиции по индексу доллара любой коррекционный откат это повод еще раз присмотреться к этому инструмент в частности к индексу американской валюты и принять для себя решение будете ли вы участвовать в еще одной волне а фундаментально обоснованного на роста за вас решить друзья я не могу но напоминаю что индекс доллара как был заряжен на дальнейшее восстановление так и остается потому что американский регулятор повышает ставки ужесточает монетарную политику делает все чтобы предотвратить перегрев экономики это подталкивает вверх доходности американских облигаций и создает исключительно благоприятную среду для роста курса американского доллара неспроста индекс американской валюты уже топчется на 20 летних максимумах и на мой взгляд со вероятностью 99 и 9 процентов закрепится выше 105 пунктов и уйдет выше сегодня кстати раз уж мы отметили на повестке присутствующие выступлением паула а я думаю у нас будет возможность снова послушать о тех действиях которые будут предприниматься американским регулятором вот например на июньском заседании до которого остается три недели паул еще на прошлой неделе дал нам понять что американский регулятор не собирается сворачивать с этого на пути повышения ставок и считает уместным сохранить прежние темпы на повышение ставки которые были взяты за основу месяц назад то есть повысить ставку уместно еще на 50 базисных пунктов как на заседании в июне так и в июле я буду постоянно транслировать друзья эту идею потому что я хочу чтобы вы наконец-таки осознали что экономические условия изменились настолько что у регулятора в данном случае у американского регулятора но нет возможности делать что-либо другое потому что не придумали еще инструментом помогающего бороться с инфляцией кроме как ужесточение монетарной политики и не может быть другой динамики для валюты которая стоит за стороной при ужесточении монетарной политики кроме как укрепление что касается других финансовых активов золото 1824 доллара за тройскую унцию вот здесь стоит сделать ремарку раз уж мы постоянно смотрели за тем как ведут больше себя большинство и меньшинство ориентируясь на индекс солнечных настроений кайман я предлагаю золоту эту традицию друзьям не менять и от нее не отказываться сейчас 50 на 50 то есть 50 процентов трейдеров покупают 50 процентов трейдеров а продают индекс доллара а корректируется доходность американских трежерис а пока что замедлили рост и вот в текущих условиях есть потенциал для отскока вверх если вы не долгосрочно ориентированные трейдеры которые сидят в сделках длительный период времени если вы ранее не прокатились на вот этом нисходящем движении которое я рекомендовал использовать чтобы заработать на этом сейчас рекомендую рассмотреть как срочные сделки покупки друзья с целями 1840 1850 я надеюсь то что сегодня завтра картина станет а яснее соответственно если кайман а индекс солнечных настроений развернется снова в сторону большинства который будет покупать мы пересмотрим свои отношения к золоту нужно чтобы еще и доходность облигации стала параллельно расти в общем буду держать руку на пульсе друзья тем более что каждый день мы с вами видимся я на вам комментирую то что есть в моменте но на данном этапе новых позиций в short конечно же лучше не открывать а если вы привыкли рисковать и знаете что это такое на валютном рынке то самое время присмотреться к лангам с целями которые я обозначил европейская валюта 104 39 здесь я остаюсь медведем наверное как и многие из вас потому что вижу потенциал для снижения в район отметки 1 0 3 20 может быть даже впоследствии к паритету идем но пока что нужно добраться до цели 1 0 3 20 как и обозначил очень интересный доклад от еврокомиссии был опубликован вчера из которого четко следует то что еврокомиссия не видит радужные перспективы экономического восстановления для валютного блока потому что очевидно что события восточной европе энергетические кризисы очень непростые из-за этого отношения между россией и странами валютного блока уже привели к серьезному замедлению экономической активности снижение уровня доходов потребительской активности европейских домохозяйств и возможность ситуации ухудшится два прогноза от еврокомиссии один сверх оптимистичный он заключается в том что в плане энергопоставок больше существенно ничего не изменится вот как были незначительно ограниченные объемы поставок со стороны россии так это вот и останется до тех пор пока отношения не потеплеют и в этом случае еврокомиссия видит прогноз точнее обозначили прогноз снижение темпов роста европейской экономики на этот год с 4 до 2 по 7 процентов другой вариант если вступит в силу шестой пакет финансово-экономических санкций который распространится на энергетический сектор россии вот этот сценарий конечно же скорее всего и реализуется в этом случае темпы роста сойдут на по сути 0 и экономика валютного блока отправится затяжную рецессию доходы европейских домохозяйств просядут на 3 процента а инфляция которая станет логичным следствием и побочным эффектом роста цен на энергоносители а станет галлопирующий странах и с а то есть перевалит за 10 процентов напоминаю что сейчас она находится на уровне семь с половиной процентов вот этот сценарий меня полностью устраивает как продавца евро и как реалиста который адекватно и объективно смотрит на то что сейчас происходит в мире и в частности в европейской экономике если вам нравится такая точка зрения друзья тогда welcome давайте шортите дальше хотя это уже конечно же погоня за сверха прибыли потому что мы так очень хорошо на снижение евро уже заработали британская валюта 1.2335 я по-прежнему склонен полагать что фунт может добить до поддержки 1.20 сегодня кстати когда выйдут данные по рынку труда англии в 9.00 по московскому времени и ожидаю слабый отчет который усилит слабость макро данных а именно темпов экономического роста промышленного производства от прошлой недели и может еще раз убедить тех кто сомневается что английская экономика также катится в рецессию поэтому здесь шорт приоритете рынок нефти наша первая цель сделана с этим вот друзья поздравляю потому что хай сегодняшнего дня 115 0 9 идем выше 120 долларов за баррель опять же главный триггер который остается ключевым катализатором для роста это опасение за дефицит в предложении я вчера вам подробно рассказывал на основании доклада опубликованного на прошлой неделе от международного антического агентства о том сколько прогнозируется спрос и какое в связи с этим будет предложение с учетом вот текущих экономических реалий от длинных позиций пока не отказываюсь работаем по тренду тем более такому предсказуемому на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока